Я приветствую всех подписчиков и гостей своего канала. Со мной на связи Геннадий Владимирович Гудков. Здравствуйте, Геннадий Владимирович. Да, я всех приветствую вас и тех, кто нас слушает, видит и разделяет нашу точку зрения. От точки зрения достаточно дискуссионно было воспринято событие, которое происходит вот сейчас, когда зритель видит этот ролик и может получить от вас, от первого лица, комментарий. Это меморандум трех организаций оппозиционных путинскому режиму. Легион свободной России, РТК, НРА. А эти организации в Киеве, время и место, кстати, засекречено до последнего момента для журналистов, собираются для того, чтобы объединиться и взять в руки оружие и пойти, собственно, воевать против путинского режима. Неоднозначно это воспринято. Почему? Потому что есть как люди, которые поддерживают эту инициативу, есть люди, украинцы, которые, собственно, скептически смотрят на это. Вы один из участников этого процесса. Вы, скажем так, будете держать слово. Прокомментируйте, пожалуйста, эту процедуру. Давайте сначала определим мою роль. Я, безусловно, хороший знакомый, товарищ Ильи Подмарев, во многом мы с ним единомышленники. Я отношусь к его инициативе, с пониманием. Но если чему-то мне отводится какая-то роль в создании этого центра, это на самом деле не так. Я все-таки политик. Я признаю право россиян, те, которые действительно считают путинский режим токсичным, враждебным и прочее. Я признаю право с россиянами взять в руки оружие и вместе с украинцами, вместе с украинскими вооруженными силами, там неважно, как они будут интегрированы в эти подразделения, или это будут свои собственные подразделения, с оружием в руках открыто бороться с путинизмом на поле боя. Я признаю это право. Считаю, что каждый россиянин, кто желает, может и считает это важным для себя, может это сделать, имеет абсолютно полное право. То, что Илья Пономарев взял на себя функцию, скажем так, организации вооруженного, даже не сопротивления, вооруженное сопротивление идет от Украины, от ее вооруженных сил, от народа, народного ополчения. Кстати говоря, Илья входил в состав территориальной обороны, территориального ополчения и держал в руке автомат, я понимаю. Ну, конечно, вопрос, я признаю право. Если он хочет заниматься этим вопросом, безусловно, я разделяю его идеи, мысли и так далее. Но я все-таки политик. Моя задача бороться. Словом, я провожу деятельства свои легально, и более того, мы с сентября месяца сейчас формируем так называемый объединенный секретариат в Брюсселе. Это дипломатическая, политическая работа, которой я буду заниматься в ближайшее время. Но мы с Ильей, конечно, находимся в диалоге, и немножко для меня неожиданно, что я стал одним из самых главных участников этого процесса. Ну, может быть, Илья воспринял наши, скажем так, дискуссии за то, что я готов участвовать в этом процессе. Но все-таки я готов больше участвовать в политическом процессе, признаваясь за ребятами, кто это желает сделать, такое право. Что касается ситуации внутри России, на мой взгляд, она, ситуация совершенно не готова. Вот нет почвы, серьезной почвы для возникновения какого-то там подполья, каких-то боевых групп и прочее, прочее, прочее. Я, к сожалению, так говорю, потому что, ну, я не вижу готовности народа к сопротивлению, в том числе, там, не важно какой формы, ну, какого-то силового сопротивления, не вижу. Более того, я считаю, что это не должно быть искусственно создано, почему? Потому что это развяжут руки ФСБ, это развяжут, они вот уже, мы знаем, они действуют методом провокации, но были такие безобидные, младежные там какие-то тусовки, которые были потом внедрены туда провокаторы от ФСБ. Они им там написали какие-то уставы, что-то такое, и ребят потом арестовывали, как какую-то там террористическую организацию, с очень большими сроками. Причем эти ребята, они ни словом, ни духом не помышляли о каком-то там вооруженном сопротивлении, о взрывчатке, все это было придумано, все это нужно было для того, чтобы там звание, медали, карты, так сказать, должность распределить и показать значность. И вот мне кажется, что сейчас говорить о каком-то движении внутри страны, тем более силовом, на мой взгляд, преждевременно. В этом мы с Ильей спорим об этом, мы спорим, и я не скрываю. Он неоднократно заявлял, и даже в формате пресс-релиза презентации всего мероприятия, есть упоминание некой организации, которая действует на территории России, но она уполномочила Илью Пономарева заявлять... Да, возможно, возможно. Я сейчас не берусь ни подтверждать, ни опровергать, потому что я просто не знаю. Но если бы я знал, я бы тем более это не говорил. Вот, и поэтому я вот, например, бы сейчас, признавая право на вооруженное сражение с режимом Путина на территории Украины, россиян, которые это желают, я бы, например, сейчас, вот, я не понимаю, там, позиция, ведь Украина же не может организовывать, там, партизанскую, как там говорят, войну, да, вот, отличить партизанскую войну от террористической невозможно. Но я просто напоминаю, что, допустим, той же Родезия, которая сейчас называется Зимбабве, там была организована рельсовая война, вот, партизанская. Методы партизанской войны, методы террористических атак, они абсолютно генетичны. Различить одно и другое невозможно. Различается по целям и по справедливости. Да? По справедливости. Потому что, ну, про и наличие... Мы сейчас, вот, допустим, палестинцы считают, что они ведут национально-свободительную борьбу, а израильтяне считают, что это абсолютное проявление террора. Вот никаких четких международных определений, нет ни одной структуры международной, которая бы четко разграничила одно другого. И вот в этом проблема. Она проблема в том числе и для Украины. Потому что, ведь Украина, понятно, она может привлекать иностранных граждан, для своих вооруженных сил, желающих сражаться со злом, да? И, ну, это нормальная практика. Это, в общем-то, многие страны это делают. И делали, и в истории это происходило. Это происходило в Советском Союзе. Это происходило во многих странах. Это одна ситуация. Тут можно, как бы, так сказать, понять, признать это право и так далее. Но, что касается другого, то это уже совершенно иная история. Я считаю, что для нее сейчас не созрели условия. В России не созрели условия. Поэтому, как бы ни получилось это, как говорится, вместе вот с той идеей, которую я признаю правоту формирования каких-то там вооруженных подразделений, куда могут вступать россияне, это пожалуйста. Но вот со всем остальным, это, в общем-то, как говорится, тут я к этому, я не очень одобрительно к этому отношусь. Искусственное создание тех, кто, ну, каких-то партизанских структур, которые будут что делать, а не что они будут. Они будут нападать на каких-то людей, они что-то будут взрывать, они будут куда-то стрелять. Но если это будет, как вот, допустим, какая-то организация объявляет войну режимом, она предупреждает. Ну, тут еще что-то, но, в общем-то, я не думаю, что Украина будет это поддерживать. Потому что для Украины важен международный имидж, международная поддержка. И вот здесь могут быть противоречия, в том числе, позиции западных стран, которые стоят на стороне Украины, помогают, вооружают, обучают и так далее. И вот осознание того, что формируется какое-то подполье, которое будет действовать методами вооруженных вылазок. Ну, смотрите, о методах, ну, понятно, что будет заявлено, и, скажем так, мы прочтем все в меморандуме, он будет опубликован вот уже фактически в ближайшие часы. И, конечно, обсуждение пройдет, вы, как один из участников обсуждений, ну, скажем так, эксклюзивно отвечаете на мои вопросы, хотя я понимаю, что... Я, на самом деле, так. Вот я участник диалога. Да. Я не участник процесса. Участник диалога, да, мы с Ильей находимся в ВКонтакте, он мне звонит, я ему звоним, каким-то вопросом обсуждаем, спорим, да. Я, например, сказал, что, Илья, это чрезвычайно опасная штука. Я очень хорошо знаю, в каком режиме живут, при каких рисках живут люди, которые встали на этот путь. Ну, мы давайте вспомним, там, ясер Арафата, который там за последние 15 или 18 лет, я не помню точно, он ни разу не ночевал, а в дважды в одном месте. Ни разу не ночевал дважды в одном месте, постоянно менял там яхт, пароли, телефоны. И то, говорят, что все-таки его отравили. Говорят, что его все-таки отравили, это неестественная смерть, которая умер там всеми смертью. По большому счету мы понимаем, что там организации, которые есть, ну, так, и в террористическом плане, там уже постоянно идет охота на эквейдера. И эта охота не всегда безуспешна, я бы так сказал. А вот вы общаетесь, а зачем Пономарев так подставляется? Ну, он считает, что российская оппозиция должна перейти основ к делу. С ним трудно, в этом смысле с ним трудно спорить, почему. Но я сам много раз предупреждал Кремль о том, что в конечном итоге, при том, что они, а, уничтожили всю оппозицию, они уничтожили все возможности диалога с ними, и потом они вообще потом уже уничтожили все возможности мирных протестов и мирного влияния на власть, что рано или поздно все это радикализуется, и вы вместо мирного диалога, от которого вы отказались, вы получите совершенно иные формы протеста. Ну, вот, к сожалению, мои слова, подчеркиваю, к сожалению, потому что я все время призывал российскую власть к диалогу. До 2019 года, вот, когда еще у нас были намерения там выиграть выборы в Москве, я был одним из кандидатов, мне просто повезло, что я не отсидел там свои 40-50 суток, или сколько там, а все-то остальные отсидели, включая там Дмитрия Гудкова, чем он 20 даже был в тюрьме. Вот, поэтому, конечно, вот, мы еще тогда думали, что, ну, еще как бы не передана окончательно вот этот дедлайн, который отделяет мирный диалог с властью от совершенно не мирного. Но власть уничтожила все формы мирного протеста. Они сегодня не бессмысленны. Выборов нет, мирные протесты уничтожены, партии нет, гражданское общество разгромлено, ликвидированы все средства массовой информации полностью, ликвидированы все маломальские и приличные свободы, их нет. Ужасное драконовское законодательство, которое запрещает любую свободу мысли. Ну, прям по уровню все идет. И вот в этих условиях, конечно, в чем, может быть, там правые люди, которые говорят, что нужны другие действия. Но я считаю, вот моя личная точка зрения, что главное действие, которое нанесет удар путинизму, это, конечно, его военные поражения в войне на территории Украины. Вот в этом смысле я считаю полезным участие россиян, которые это пожелают сделать. И я признаю, за ними это право. Но вот все остальное у меня вызывает большие, так сказать, сомнения, колебания. Я вот, честно говоря, как-то думаю, что вот искусственно это совершенно точно делать не надо. Когда у вас в обществе бурление, когда в обществе возникают сами ячейки, возникают какие-то там серьезные противоречия, когда люди будут готовы бороться с режимом и будут понимать, что режим ведет их к гибели, наверное, это время придет. И вот эта радикализация протеста, она выльется вот в эти формы. Но не сегодня. Сегодня этого нет. Вот я хотел бы, чтобы это понимали все, в том числе мои коллеги там по оппозиции, включая Илью Кономареву, которым я благодарен за огромную поддержку, которую он оказал, Дмитрию Гудкову, в отношении ситуации. Ну и вообще, в общем-то, нас связывает большая история оппозиции в Думе, в работы после Думы, протесты, митинги. Все это мы делали вместе, вместе мы на все выходили. Но я пока вот, честно говоря, не совершенно не готов подписываться под чем-либо иным, кроме признания права за россиянами, бороться с оружием в руках против путинизма вместе с украинцами. Для этого на самом деле Украина готова. Я послушал эфиры там с Арестовичем, послушал эфиры с другими людьми, близкими к власти украинской. Там действительно есть серьезные его законодательные проблемы в Украине, вплоть до того, что нельзя брать в армию граждан государств-агрессоров. Ну вот как-то надо выходить из этой ситуации, если действительно Украина заинтересована в притоке определенной части россиян, которые готовы бороться с путинизмом. Такие люди наверняка есть. Вот. Это первое. Второе, наверное, надо статус какой-то иметь, чтобы люди, попадая в плен, не выглядели и не были в статусе, так сказать, незаконных вооруженных формирований, которые занимаются какой-то... По законам выпадают из конвенции о правах военно-пленных и могут там быть признаны террористами. Вот эти вопросы надо решать. Они должны быть решены в законодательном поле, в законе, в каком-то статусе. Тогда, наверное, те россияне, которые пожелают сражаться с оружием против Путина, но они получат соответствующие правовые гарантии, по крайней мере, правовые рамки. Да, я вам очень благодарен за то, что вы пояснили эту позицию свою, персональную, и сакцентировали на очень важном аспекте, что мы, несмотря на то, что у нас идет война, несмотря на то, что мы сейчас в режиме военного положения, которое продлевается и продлевается, мы все равно правовое государство, и мы, собственно, движемся по этим канонам. Мы, скажем, не какие-то, скажем, ополченцы, каким-то непонятным тоталитарным лидерам. Я просто хочу спросить у вас, а нет ли параллели здесь между тем, что происходило в Беларуси в 2020 году, когда координировалось все из Польши? Ну, не координировалось все из Польши. На самом деле, Лукашенко же не ожидал, что против него проголосуют 85% смирать. Он сам, да, это довел. И там как раз наоборот не хватало никакой координации. То есть народ-то победил. Революция мирная победила. Но реализовать свою победу они не сумели. Причем это не обязательно нужно было проливать кровь в районке оружия. Преимущество. Ну, есть такая работа там марксизма и восстания Ленина. Я там сейчас не даю оценку фигуры Ленина, но некоторые его работы неплохо перечипывать. И там он всегда говорил, он писал там, что революция, там возможно, про такие-то такие-то услуги. Один из словиков он писал гигантский перевес сил. Вот этот гигантский перевес сил в Беларуси был. Когда миллионы готовы были отстаивать свободу и право свое формировать власть в Беларуси, да? Но не нашлось тысячи или двухтысячных людей, которые активны действием. Без оружия они могли тогда еще действовать. Техникой там вынести в ворота тюрем. Никого там не убивая и не расстреливая. Там блокировать полностью дворец резиденцию президента бывшего Лукашенко. Отключить мне свет, связь, показать, что власть пришла в другие руки. И не договариваться, а надо было сдавать указы к новому президенту. И, ну, я и не винил Светлану, потому что, Тихановская я имею в виду, потому что, ну, она новый человек в политике, она, конечно, не имеет такого опыта, но вот те люди, которые я хожу с вами, они должны были это понимать в этот момент, они должны были готовы быть готовыми к победе. Они оказались не готовы к победе на выборах, причем эти выборы были, ну, достаточно убедительны. Понятно, что результат сфиксировали, но все понимали, что Светлана Тихановская избрана на лаву фондом, и она должна быть действовать как президент, но ей должны быть подсказать, объяснить. Тогда силовой, тогда было абсолютно морально, психологическое и преимущество на стороне народа, и вот этот гигантский перевес сил был. Но не нашлось тысячи людей активных, которые готовы были действовать и додавить вот этого диктатора, взять власть, отдать приказы, чтобы там силовые структуры перешли, отдать приказы, чтобы там полиция перешла, просто силовыми подразделениями. Никто там форму снял и сжег. Хрен и толку с того, что ты сжег, а ты оставил там и пистолет табельный, оставил оружие и прочее. А вот попередите в целом подразделении вместе с оружием, вместе с техникой и прочее. Это будет поддержка серьезной народных масс. А так, то, что вы там ушли вот так вот из органов, бросили там силу и форму. Но это, к сожалению, как мы знаем, ни к чему не приводит. Вместо порядочных людей в органы пришли, так сказать, всякий сбров фашистов, палачитовских садистов. И они потом уже дальше действуют. Вот поэтому, конечно, там как раз вот как вождя не доставало, настоящих бойных мало, вот и нет вожаков, как его сотки. Ну, правда, сумасшедший дом, накиваешься. Мы все живем в дурдоме. Вот, поэтому совершенно понятно, что там была упущена победа при гигантском преимуществе. Здесь-то мы сейчас такого преимущества, вообще никакого преимущества, сейчас, конечно, путинисты доминируют пока в стране. У них власть, у них оружие, у них слова и системы, у них суды, у них следствия, у них прокурор и так далее. Они типа создают видимость законности, преследуя людей за их взгляды, убеждения, за неудовольствие и так далее. Поэтому, но тем не менее, вот мы сейчас, я не вижу сейчас условий, вы понимаете, я вот против искусственного создания подпорья. Оно должно тогда возникнуть само в результате внутренних процессов, внутреннего осознания значительной части населения невозможности бороться иными способами, кроме как других. И вот если бы оно возникло само, там кто-то бы из каких-то людей наиболее отчаянные из оппозиции стали бы помогать координировать, это был бы совершенно другой процесс. Но мы этого не видим в России. Ну, по крайней мере, я об этом не знаю. Я могу там ошибаться, я не люблю российскую последнюю инстанцию, но вот из того, что я знаю, из того, что ко мне приходит информация, я не вижу готовности населения бороться с путинским режимом в силовом форме. Я не вижу пока. Геннадий Владимирович, здесь еще мы так зацепили вскользь Украину, как воюющая с Российской Федерацией государство, присутствие советника офиса, не главы офиса, а офиса президента Алексея Арестовича, именно так его все-таки после долгих обозначила канцелярия, назовем это так, советник офиса президента, собственно, советник Герасченко, бывший замминистра. Да, Антон, бывший замминистра. Я очень хорошо к ним отношусь, и к Алексею Арестовичу, и к Антону Герасченко. Антону Герасченко, я бы с ним лично не знакомый, но я благодарен ему за Диму, он помог ему в этой трудной ситуации, когда ему там дали несколько дней из уважения, как они сказали, к отцу, покинуть Россию, чтобы его не сажать в каком-нибудь там вздорном обвинении в тюрьму, как они сделали с Пивоваровым, или с этим Рильей Яшином, с Володей Карамозовым, за многими другими. Да. Благодаря этим ребятам, которые помогли моему старшему сыну, трудные моменты, и, конечно, спасибо им огромное. И понятно, что все, что будет происходить, и, собственно, из-за секреченности времени, место, говорится, о Киевской области, указывает на то, что украинские спецслужбы, ну, скажем так, если не организовывают, то занимаются и содействуют всему происходящему. А мы пока с вами не знаем, чему они содействуют, и что мы организовываем. Потому что, еще раз говорю, есть два аспекта. Есть вооруженные сопротивления в бою, на территории Украины идет война, и в бою люди открыто вступают в ряды вооруженных сил, и вступают в бой с путинским режимом. Они уже, такие россияне, и есть, насколько мне известно, и есть заявления там несколько тысяч, если верить Арестовичу, и так далее. Это не вызывает никаких сомнений как бы право вот это делать у россиян, но есть, я же только сказал, что нужно самой Украине определиться вот в этой, так сказать, деятельности и какой-то статус сделать, потому что люди не могут без юридической защиты вступать в бой. Если Украина хочет, чтобы такая помощь военная была существенной вооруженным силам, если она хочет, чтобы возникали какие-то русские батальоны, которые готовы сражаться с Путиным, ну, наверное, надо это делать на уровне государственной политики по всем моментам, финансирование, наверное, какое-то можно найти под это, я думаю, что оно решится, и нужно найти под это и форму организации, и место и там тренировочных и прочих, лагерей и прочие, чтобы люди не приходили, я вчера что-то мешки ворочал, а сегодня он должен управлять системой огня, то есть, это, конечно, должна быть подготовка, это все должно быть организовано, это, безусловно, деятельность государства или, может, даже государств, которые помогают Украине, подготовиваются ее армии, и заодно они могут готовить какие-то, как положено, батальоны, которые Украина будет формировать, это я все понимаю, это, как говорится, тут никаких вопросов нет, такая практика, она существует во всем мире. Вопрос в том, там же ведь говорится о том, что вот и на территории России будет война, борьба и так далее, вот тут у меня есть, как бы, своя точка зрения, она не совпадает, наверное, ну, по крайней мере, с декларированным, с определенным декларированным моментом, и я не скрываю, я не могу это скрывать, потому что вопрос серьезный. Да, поэтому мы, собственно, с него начали, вот половину нашей встречи, о нем сейчас и говорим, я финальный по этой теме задам вопрос, все-таки, вот заявленная цель свержения режима Путина. Это правильная цель. Достижима эта цель. Правильная. Цель правильная. Раз Путин не оставил никакого варианта иного, кроме свержения, свержения может произойти либо в результате дворцового переворота, каких-то внутриэлитных расколов, либо это может быть революция, да, то есть, ну, либо элита, либо народ. Вот два варианта. И, к сожалению, мирные способы, они исчерпаны. Поэтому либо элита дворцовый переворот, он тоже, это не важно, да, ну, либо какая-то революция возникла. Какое-то там революционное, какое-то силовое движение масс, которое свергнет этот режим, потому что он ведет в тупик, он ведет в гибель. Вот два варианта осталось. Больше ничего. Раньше был третий, когда мы могли вырулить на пусть там плохой, но мир, пусть какой-то там нервный, но диалог, и мы могли вырулить какие-то... Я вот считаю, что в 12-м году Путин сам себя загнал в угол. В 12-м году в России мы сидели после вот этих двух крупнейших митингов, я участвовал в этой организации и было в всех этих комитетах. Вот. Вы болотные митинги? В 11-м году. В 11-м году первый крупнейший митинг там по 100 тысяч. Перед вами сидит не только с организаторов, но еще участник переговорной группы с властью по поводу этих митингов. Я все это знаю. И там, и Боря Немцова было, и Володя Рыжков было, и многие другие ребята были. И вот мы ходили, и мы с властью, в общем-то, довольно нервный, серьезный, но разговор все-таки был. Мы до чего-то там договаривались, чтобы не воевать. Вот тогда, в 12-м году, Путин пошел совершенно нецивилизованным путем. Но если помните, ну вы не помните, а я скажу, 24 декабря 11-го года на огромный митинг, где, кстати говоря, Алексей Навальный выступал, и многие другие. Вот. Мы все там были на сцене, все общались. Пришло к нам кудры. Ну, пришла Ксюша Савчак, выступала там, тогда она задала тренд, что это модно ходить на эти митинги, чтобы ОМОН не должен его игнорировать. И в этом ее большая заслуга. И пришел к нам Алексей Кудрин. Мы ему дали слово. Он выступил со сцены. Понятно, что там многие не поняли. Но многие не поняли, потому что, ну, просто не поняли. И после этого у нас было несколько встреч с Алексеем Кудрином, вот нашим такого комитета протестных каких-то действий. собирались мы там пару раз у Володи Рыжкова в офисе. И Алексей Кудрин пришел к нам потому, что он считал, за что я ему благодарен, он считал, что нужно начинать диалог режима, ну, тогда еще мы не говорили режим власти и вот общество. И мы ставили перед Путином, в общем-то, одну простую задачу, что, ребята, вы полностью спальсифицировали выборы, вы их проиграли, ну, Единая Россия проиграла. Ну, вот вы, значит, гарант, гарант. Давайте так, мы проведем новые выборы, мы сформируем парламент, который действительно отвечает политическим предпочтениям граждан, мы, так сказать, накажем там фальсификаторов, и больше мы так делать не будем. А вы, как гаранты, будете эти договоренности наши гарантировать, сохранять, так сказать, и поддерживать. И Кудрин ездил с этим месседжем к Путину дважды, потому что он считал, что так надо идти, Кудрин тогда считал, он с этим выступил, со сцены митинга, что нужен диалог и нужно вот эти вот накопившиеся недовольства, вот там вот эта рокировка Путин-Медведев, вот эти фальсификации выборов, которые увидел вся страна, вот это жульничество, все это надо прекращать, что нужно вырулить на цивилизованную тропу. Кудрин так же считал, он считал, что нужен диалог. Но Путин, но был послан Кудрин Путиным вот по известным адресам, ну конечно не так грубо, но он сказал, что нет, мы пойдем другим путем. И они пошли путем противоставления там митинга, митингов граждан, вот они начали нагонять своих этих бюджетников, своих подневольных, показывать там фиктивную народную поддержку и так далее, и так далее, а дальше Путин начал, так сказать, там свою кампанию вести 12-го года в президенты, они начали там уже чугить, начали фальсифицировать, и в общем возможности диалога нормального, тогда еще можно было бы, ничего там страшного не было, сформировали бы этот парламент, там набрали свои проценты коммунистов, набрали свои проценты ЛДПР, все равно их союзники, по большому счету. Ну да, набрала бы оппозиции, какие-то пошли бы люди им там, но они бы не дали им там засиживаться в доме, не дали бы там вот это ладушки играть, то есть могло бы все по-другому пойти, не пошло. Путин вот тогда избрал путь конфронтации противостояния, в 12-м году, произошло-то в январе 12-го года, вот все, что мы сейчас пожинаем, плоды, заложено было там не только в конституции 93-го года, вот оттуда все пошло, но и вот решением Путин в 12-м году, когда еще он стоял перед альтернативой, либо мы идем путем диалога и компромисса и достижения договоренности с обществом, либо я вот на всех, так сказать, кладу и всех посылаю и делаю то, что я хочу, укрепляю свою власть. Он избрал второй путь. Вот этот путь привел у себя с к войне. Поэтому я, извиняюсь, так долго объясняю, но я не думаю, что там украинские граждане, зрители наши, они это знают, это не для нас жизнь, а для многих это просто там отголоски каких-то событий. Но было так, и понятно, что вот была выпущена эта возможность диалога. И вот я до 19-го года еще ищу вас, что ну еще, если вы совсем не отморозки, если вы еще, ну у вас мозги есть, если у вас есть чувство ответственности за страну, чувство ответственности за народ, ну в конце концов чувство инстинкт самосохранения, ну ребят, ну давайте как-то все-таки выруливать. Даже при всем том, что вы натворили, даже при всем том, что вы убили Немцова, вы там убили Махнаткина, вы там посажали людей кучу, вы там с Алексеем Навальным, так сказать, там он еще не был, не отравлен, ничего. Ну как-то давайте, мы же понимаем, к чему мы идем. Мы же идем к войне. Вы что, хотите войны? Вы хотите, чтобы потом по всей стране, так сказать, спутаны там какие-то ячейки, которые вас там начнут громить? Это будет. Это все равно будет. Вот просто сейчас, я считаю, это не своевременно. Но это все равно возникнет. Вот хотим мы этого, не хотим, есть Буткова, нет Буткова, есть там другие или нет. Это возникнет. Это все равно возникнет, потому что есть объективные законы, которые, грубо говоря, регламентируют поведение популяции человеческой. Законы, я их называю, законы популяции. Мы их не можем отменить. Как вот физику, есть кривизна пространства, хоть там кидай, не кидай камень, если он не разовьет скорость, там 8 километров в секунду, никак он обязательно упадет на землю. Хоть что делать. Вот потому, что есть законы физики. Это законы популяции. Вот обязательно эта радикализация приведет к тому, что что-то возникнет. И там начнут не только военкоматы поджигать коктейлями, то гораздо хуже. И это обязательно случится. Случится при путинском режиме с путинским режимом. Но не сейчас. Но сейчас нет условий. Сейчас все народ не проснулся. Сейчас нет эмоций. Сейчас еще не состоялось военные поражения. Когда вот это все пройдет, вот это, наверное, что-то в России в Ахазлипин более радикальное. Но вот я думаю, что ускорять этот процесс не нужно. Ускорять это можно только военным поражением. Российская армия, давайте так, не российская армия, это путинские наемники, путинская армия, которая пришла воевать против Украины, против украинского народа. Ну, не знаю, насколько многословно, долго, но если... Да, да. Потому что мы этим живем уже много лет. Да, мысль ваша понятна. Давайте о, скажем так, поражении, близящемся или не близящемся. Понятно, что официальная украинская власть, скажем так, напросила средства массовой информации блогеров не комментировать наступление, его там итоги, продвижение. Ну, кто-то скажет, правильно сделала. Давайте так, конечно, такого 40-масштабного наступления нет. Есть разведка боя. И она показала, что Российская армия не имеет большой прочности. Она точно так же готова драпать, она деморализована. Люди не могут не понимать, что они творят. Ну, не могут. Еще там можно было первые две недели чего-то там в каких-то в плену иллюзии быть, но не сейчас. Сейчас все понимают. Пусть дурака там не включают. Вот. Я понимаю, что здесь была разведка боя, но я понимаю, и так, судя по отзывам экспертов, что все-таки там больших сил, чтобы малыми потерями за счет, опять-таки, по Ленинской этой работе гигантский перевес сил, ну, гигантского не может быть, все равно большой должен быть перевес сил для успешной, широкого контрнаступления. И пока украинской армии таких сил нет. Поэтому разведка боем показалось, что прочности обороны очень-то, мягко выражаясь, никакая. Вот. Но, тем не менее, пока еще наступать, нестя серьезные потери, украинская армия не готова. И, наверное, это правильно. Людей надо беречь в первую очередь, а если можно сделать работу людям на поле боя, это очень опасно, смертельно опасно техникой, лучше дождаться этой техники, сделать то, что можно сделать техникой, не распределить. Геннадий Владимирович, дождались, оказывается. И, знаете, тут все, собственно, гадают силы, соотношение сил, все это обговаривают. А Белый дом, его официальный представитель, CNN ссылается именно на представителя Белого дома, сообщает о том, что все эти месяцы не публично, но Соединенные Штаты Америки поставляли специально для этих недель того, что началось вот буквально позавчера, поставляли специальное вооружение, наступательное вооружение для того, чтобы все это, вот, собственно, и началось. Ну, и правильно. Белый дом, получается, открыл все карты и, ну, теперь точно понятно, Украина готова. А готовы русские уйти? Сами они не умеют. придется помогать. Страх вы почувствовали в сообщениях из оккупированной территории Украины и из каких-то сообщений о том, что, например, Стремоусов, его там уличили, что он стоял не в Херсоне, а в Воронеже записывал обращение для херсонцев. херсонцев там уже, ну, скажем так, ну, нет, конечно, не бояться. Сейчас чего говорить. Конечно, там будут бежать, драпать, семьи вывозить и прочее. Это понятно. Непонятно другое. Ведь сегодня российские вооруженные силы, к сожалению, на Запорожской администанции. И сегодня у Путина есть ядерное оружие. Вот эти два фактора, они пока еще непонятны. Я надеюсь, что они никогда не сработают. Я надеюсь. Вот это, мне кажется, самое главное. Ну, и безусловно, по-любому Украина и весь мир должны додавливать российскую армию, вот эту путинскую армию в Украине, потому что пока Путин, мы видим, не готов к ядерной войне, но если его оставить в покое, он к ней подготовится. Вот это то, что я совершенно точно понимаю. Поэтому сейчас момент истины такой, что либо весь мир побеждает Путина, либо весь мир отодвигает ненадолго, но совершенно резко, в десятки раз увеличивает риск возникновения и начала ядерного поколения. Вот мы должны сейчас это четко понимать, и я надеюсь, что это понимают на Западе мировые лидеры, военные специалисты, специалисты в области ядерных вооружения, они это хорошо понимают. вот эта мысль, она, мне кажется, очень важна. Додавливать нужно до военного поражения Путин с кармой, чтобы заключить такой мир, чтобы Украина получила не только там свои земли, но еще и четкие, совершенно реальные, реалистичные гарантии своей безопасности. Геннадий Владимирович, тут миссия МАГАТЭ приехала в Киев, отправляется на Запорожьевскую электростанцию, которую вы упомянули, и очень интересный состав, ну, во-первых, путь очень интересный через Украину, а не как просила Россия раньше, что как бы через Российскую Федерацию с той стороны они должны заехать, но это отдельная история, меня интересует состав, в составе нет, ядерной энергетики из Буркина-Фасова, я понимаю, не, я хорошо отношусь к этой стране, вообще, к всем странам отношусь, конечно, опыта у Буркина-Фасова была бы ядерная энергетика, мне кажется, не очень много, нет, может быть, есть, конечно, хорошие специалисты, может быть, они заканчивают Кембридж, еще какие-то еще серьезные вузы, ну, возможно, не сомневаюсь в их компетенции, но, конечно, когда там Путин объявляет основные ядерные державы недручным, что оттуда не должно быть эксперт, это, конечно, большая уступка Путину, по-честному, большая уступка. То есть, уступили Путину, чтобы британцев и американцев там не было? Ну, я не осуждаю за это, потому что, может быть, лучше все-таки любая комиссия и гида МАГАТЭ над Запорожской станцией, она огромная по европейским меркам, чем угроза ее взрыва. Может быть, этих двух зон виборально меньше. Ну, Давайте посмотрим, что будет дальше. Давайте посмотрим, что будет дальше, потому что история делается в наших глазах. Это история мира. Это не история Украины, хотя, вернее, это история Украины и России, но в целом это фрагменты. А сейчас перед нашими глазами делается история всего мира, всей церкви. Давайте вернемся к истории России. Вы небольшой экскурс провели в предыдущих темах, но меня интересует сейчас, как напишут в истории учебника истории за 2040 какой-то год, что, собственно, произошло. Журналиста Сафронова, российского журналиста, приговорили к 24-м годам лишения свободы. Но еще и не приговорили, запросили, запросили прокуратуру. Ну, я не думаю, что прокуратура Российской Федерации не получит отсюда должного удовлетворения. Ну, посмотрим, не будем загадывать. Я просто к чему? К тому, что то ли Шойгу заказчик вот этого срока, то ли Нарышкин мнение разделились. Что думаете вы? Я думаю, что ФСБ заказчик такой срок. И я думаю, что это все идет под контролем ФСБ, и это акция отмещения, акция запугивания. Ну, а то, что они ломают судьбу молодому парню, который не было замечено, что никакой не оппозиционер, не оппонент режима, не враг режима. Ну, да, он разоглачан, но он делал это в рамках той плановой борьбы, которая в России. То, что его хотят сломать и уничтожить, это, конечно, просто говорит о людоедском характер российской репрессивной машины. Я думаю, что это идет под контролем ФСБ. Причем Шойгу? Я думаю, что он может даже не следить за этим процессом вообще. То, что там ФСБ пишет приговор и давит на сотни аппаратуры наследства, у меня об этом даже никаких сомнений. А почему? Чем так насолил? Ну, вы знаете, что произошла хакерская атака и утечка обвинительного заключения? Все понимают, что это обвинительное заключение абсолютно фуфло. Такое, я знаю, что оно слово не в словаре, но оно на языке. Это полный фуфло, полный фейк. И черта там нет. Все, то, что они там пишут, каждый может найти в Википедии или все. Значит, это акция отмещения. Значит, какие-то там вот эти межпланные серьезные противоречия. Ну, а я думаю, что ФСБ использует это для того, чтобы показать, что они самые влиятельные, самые важные, самые главные, самые страшные и бойтесь над всем. Я думаю, что там попал просто Иван Сахонов. Он попал просто под жернова к сожалению, и эти жернова продолжают его переманывать. Достаточно ничего нет. Мы же увидели, это видит распроекшение. Но, знаете, я могу сказать по своим опытам. Я депутат Госдумы, зампределитель безопасности, когда-то еще давно-давно там ратнул за то, что все-таки у нас были стабильные финансированные военно-оборонные комплексы, армии падали, сокращались, как будет такой период в российской истории. И мы там написали, что давайте все-таки мы приведем там закон, что у нас там нужно содержать ядерную периоду, у нас там может содержать то-то, что вот разумная величина, грубо говоря, 3,5% от ВВП должно идти у ядерной страны на поддержание боеспособных сейчас там больше. Вот. Мы такой законопроект внесли поправку в бюджет. А докладную записку мне писал, у меня был помощник, он полковник штабной, серьезный полковник генерального штаба, он умеет работать с базами данных. И он написал там, для чего эти деньги нужны, к чему и так далее. Ну и вот мы отдали законопроект. Думаю, сегодня ждем, там позвонили в статус секретарь, говорят, ребят, ну хоть дурака не валяйте, поддержите, мы же цену там за армию, за оборонный комплекс, чтобы все это было нормально. Ну вот такой 2000-й год, примерно. Вот что я, даже раньше еще, ну, наверное, 2003-й. Звонок. Финайд Ладенчик, здравствуйте. Аппарат правительства. Какой-то, наверное, да, очень приятно. По этой, Кремлевской, одной, там же не Кремлевская 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 Одна, там, два, у меня вторая стояла. И надеюсь, а вы знаете, что вы разгласили государственную тайну? Я говорю, опа, и где же я ее разгласил, есть не секрет. А вы вот законопроект такой вносили, я говорю, вносили. А вы поиседительной записке знаете, что вы написали? тут же я знаю, но расскажите, если вы лучше знаете. И кроме мои помощники, значит, работали с этой докладной запиской, вы дали прямым текстом на положение армии доклад министра обороны на секретном заседании Совета Безопасности. Слово-слово. Я говорю, как я вам дать докладку, я там не был. Ну вот, и вот, что это произошло? Хорошо, сейчас разберемся, знаем. Какая-то хрень. я подхожу к своему помощнику и говорю, скажите, пожалуйста, товарищ полковник, о чем произошло? Где мы там? Где мы? У кого мы стырили секретный доклад министра обороны и соединения безопасности? Какой сказать? Я говорю, да надо сказать, что она докладная записка, слово в слово повторяет секретный доклад. Он матерится и говорит, они вообще идиоты. Этот доклад давно в интернете. это доклад уже там тиражировано миллионов экземплятов. Я говорю, брал это все из интернета и все эти цифры и ситуацию парни давал. Вот о чем говорить? Сегодня в интернете больше информации, чем они дают на секретных совещаниях. И поэтому вот этот Иван Сафронов, да, вот этот парень, он наверняка вообще не имеет доступа. Вообще на самом деле человек не может шпионик, если у него нет доступа к секретной информации. Если человек, который не имеет доступа к секретной информации, секретной информации знает, ребята, вы знаете, в советское время, когда я работал в ГБ, за это время подвешили за одно место тех, кто эту информацию охраняет. Если вы хреново охраняете, если у вас каждая бабка знает, какая продукция, куда, в какую часть идет, кем выполняется, какие у нее недостатки, какие проблемы с тактическими характеристиками, это вы, казны, вас нужно судить, а не тех, кто эту информацию знает, не имеет в ней доступа. Вот этот Иван, он никакого доступа не имеет к этой информации, никогда доступа не оформлял. Вообще ни при чем. так они ему уйстят, они там придумали какой-то секрет, что он там собирал какие-то секреты, знал, что эти секреты, но если он знал, что эти секреты, они спокойно лежат, они уже перестали быть секретом, ребят. То есть это просто такая публичная циничная расправа идет, она даже в Советском Союзе не была возможно, мне кажется, только при Сталинском режиме, там вообще у людей... Ну там финал, финал другой, да. При Сталинском режиме и при Путинском. И такие вещи стали возможными. Потому что ни в одном другом, ни в одном другом историческом периоде это бред. Я же помню, я же работаю все-таки в КГБ с СССР, не в ПСБ, а в КГБ. Я ушел в 92-м году. КГБ, так сказать, перестал считать 91-м, хвостик, пока там по комиссиям бегал. Если человек не владеет секретной информацией, отстаньте и ищите, где вы просрали эти секреты, кто у вас разболтал, кто у вас их распространил, откуда кто у вас их пакетил, кто кому продал. Вот и все, отстаньте от этого парня. Вот как должна была работать прокуратура, вот как должны были работать следователи, вот как должен работать суд. Ну, мы же видим, что они говорят. Поэтому, а почему я это все рассказал? А, про преследование. Да. Он попал в журнала, он попал где-то в какие-то расклады. И они просто решили мстить, почему с такой жестокостью, мне непонятно. Видимо, вот того, кого-то он разоблачал, видимо, так сильно пострадал от этих разоблачений, он писал, что-то писал по военному комплексу, по взяткам. Видимо, это просто место. Это подлое, ничтожное, очень жестокое, абсолютно бесправное место. Это произволь. Гозман. Там идеологическая подоплека, высказывания, сравнивающие СССР, паталитарный режим, статистский, ну и параллельно с путинским. Его уже принимали, имеется в виду органы. И приняли еще раз. Что думаете? Я думаю, что первое было предупреждение. Я им после первого же в случае позвонил, говорю, Лень, они тебя предупреждают. Ну, видимо, из уважения к возрасту, к биографии. Давай, хотя бы ко мне приезжай сюда, на море вместе посмотрим, поговорим, пообщадаем. Ну, какое-то время, если ты не веришь. Но они тебе говорят, вали. Вали, парень, пока мы вот чего-то другое не сделали. Мы тебя предупреждаем. Диме же прямо сказали, Дмитрий Гудков, что если ты не свалишь в течение этого времени, мы тебя сажаем. В основании мы придумаем. Да это не важно чего. Мы найдем тебя, чтобы садить, тебя там, и мне позвонили. И найдешь все, что мы могли тебя сделать. Вот даем тебе там, вывози семью, дней там 8-10 тебе хватит. Хватит, спасибо. Вот из уважения там с твоим прежним заслугам. Позвонили люди, которые, по крайней мере, мне это озвучили, в котором я верю. И Лене, 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 Яковлевск, сказали, да, уезжайте. Уезжайте, Лене, иначе мы что-то сделаем такое очень хорошее. И я ему позвонил. Я говорю, ты чё ж делаешь? Ну, мне наш возраст с тобой сидеть в тюрьме. Он еще старше, у меня на 6 лет старше. Я очень за него переживаю, потому что он у нас прекрасные отношения, к нему очень хорошо отношений. Я очень уважаю. Умнейший мужик прекрасно пишет, светлая голова. Мы знаем. Мне очень жалко, что есть. И если у него сейчас есть возможность, если он нас слышит, я даже не знаю, сейчас я даже не смогу ему позвонить. Он где, не дома? Нет, он не дома. К сожалению, не дома. Я еще раз позвонил, настоятельно поставил в сферу. Ну, я понимаю, что, допустим, Илья Яшин, он выбрал этот путь. Мы с Ильей говорили. Ну, он говорит, я, конечно, буду сидеть осторожно, я, конечно, знаю, что будет, то будет. Да, я все понимаю, но я не уеду. Вот что будет, то будет, ну, я вот, как бы, принимаю ту судьбу, которая вот сложится. Не рвусь, я вовсе не специально это делаю, я вовсе не хочу сидеть, я как бы нормальный человек, но я принимаю ту судьбу, которая вот будет. Это он мне рассказывал за, там, две недели до его ареста. Володя Кармурзия, я тоже говорил, Володя, нельзя тебе в России, Володя, тебя дважды уже отравили, Володя, ты помогал в похоронах Макин, ты, гроб его нет, потому что он тебе доверял. Они тебе это не простят, ты там говорил про дело Магнитского, там еще что-то, они тебе не надо, тебе ездить туда. Да нет, я же вроде ничего, я же что, это было в прошлом, сейчас-то ничего, вот оно ничего. Я понимаю, что он тоже поднимал риск, и тоже, ну, в общем же, ну, как бы, принял ту судьбу, которая сложилась. Ее очень жалко, потому что Володя сейчас бы очень нужен был в той нашей политической, дипломатической работе, которую мы сейчас начинаем, великолепный знаток истебельсмента западного, прекрасный говорит по-английски, ну, вообще талантливый парень, вот, жалко, что это так сложилось, что Андрей пивовар, тоже говорит, Андрей, вот все, вот уже капкан должен такой быть, уезжай, уезжай, уезжай. Что можно сделать, вот Леонид, я считаю, что если он все-таки голос разума, так сказать, послушает нас, я буду очень рад его видеть в любой стране мира, живым, здоровым и на свободе, бороться, наконец, не перестанется. Мы вот как бы начали с борьбы, скажем так, россиян против режима, вот сейчас вот закончили этой темой, но я сейчас обращаюсь ко всем подписчикам, друзья, поставьте лайк этому видео, не забывайте, много смотрят без подписки, подпишитесь, так удобнее со всеми экспертами, как говорится, держать связь, колокольчик еще и помогает для того, чтобы получать уведомления о выпуске новых видео. Напоследок, я хотел бы к вам обратиться, как, ну, скажем так, к опытному КГБшнику, да, или, ну, скажем, человеку с опытом, да, вот так. 30 лет спустя называется. Как раз ровно 30 лет назад. Представляете, как у Александра Дюма, да, все, все, как все спустя 30 лет. Смотрите, новость, которая, ну, вот так вот мельком пробежала, но достаточно меня вызвала такой живой интерес в том плане, что, что происходит в Кремле. Российские спецслужбы запрашивают у Сербии генерала Наумова, которого обвиняют нас в госизмене по, там, сливу информации по Чернобыльской АЭС. Ранее там сообщалось и распространялись разные слухи о том, что он с Иваном Бакановым бывшим главой СБУ вроде бы как в начале войны уехал, позже выяснилось, что Баканов не уезжал, он сам уехал, и его на границе прихлопнули с крупной суммой денег, ну, и, собственно, сейчас он в Сербии. Так вот, дело не в том, что Россия его запрашивает, а цель, с которой Россия его запрашивает, показания на Зеленского. И у меня ввиду этого возникает понятный вопрос, а чего такого хочет узнать Кремль, спецслужбы Кремля о Зеленском от Наумова, если, ну, по большому-то счету на Зеленского там было несколько покушений, и, соответственно, ну, вряд ли там какие-то свидетельства, которые будут доноситься из Москвы от Наумова, если это все провернется, конечно. Ну, как кто-то воспримет серьезно? В чем игра? Можете растолковать? Наумов, это чей генерал российский? Украинский, Украинский СБУ, да. А как Россия может требовать гражданину Украины? Это просто по беспределу, потому что Сергий лежит под Путиным, как они считают, да? Но любой генерал украинский представляет для них интерес, безусловно. И, может быть, эта цель, если, там же его подозревают, что он вроде типа был агентом Кремля, да, генерал в крупном сумме денег, ну, может быть, чтобы спасти своего агента, это первая версия. Вторая версия, какую информацию, которую он мог обладать и не успел передать. Ну, что-то там не хочется, чтобы он был в их распоряжении под контролем. Может, он может сдать что-то, где-то, как-то, заговорить. Они, на всякий случай, действуют, чтобы он там не заговорил, не сказал все лишнее, не сдал кого-нибудь. Возьмут он сейчас раскроет, расскажет, что вы знаете, знаем точно, что там групп готовил или группу к устранению Зеленского. Возьмут и сказал. И придет, фамилии, цифры, так сказать, и должности. Может быть, они этого, я не знаю, как, каким из знаний обладает он генерал, но в другом случае вопрос-то в Сербии сейчас стоит так, вот как у нас Болгария сказал вопрос, Болгария демократическая страна, европейская, или она путинская, так сказать, плацгарм. Это я вот имею в виду дело Альтина такое, в Болгарии, которая потребовала России экстранировать. Человек, который восстал против войны, совершил массу публичных действий против войны, был волонтером, помогал там украинским семьям и так далее. А его там обвиняют каких-то экономических преступлений если они выдают Альтина, значит Болгария не демократическая, не европейская страна. И одна инстанция выдновойностное решение экстранировать. Судья с очень плохой репутацией, с серьезными проблемами, его там чуть звания не лишили, так не сказали, за объективность и предвзятость, необъективность и предвзятость. Не важно, апелляционный суд показал, Болгария в Европе, страна демократический приоритет, прав, свобод, приоритет защиты человеческой жизни для Болгарии на первом месте. А вот сейчас то же самое Сербия будет. То же самое Сербия. Ремкинграт, а вы определитесь, вы там вроде заявку подали в европейский связь, вы куда хотите? К Путину? Ну, дорога открыта. Или куда вы хотите? Или в Европу? Ну, решайте. Вот у вас там дело такого там вот генерала по экстрадиции. Ну, посмотрим, да, посмотрим. Поэтому я думаю, что сейчас тоже моменты истины для всех наступают от этих требований к экстрадиции. Болгария определилась. Вот я поздравляю Болгарию всю с этого. И меня поздравляют, что мы там подняли вопрос. А я поздравляю всю Болгарию. Болгария определилась. Она с Европой. Она за ее интеграцией. Она за права и свободы человека. Она за объективное, честное и независимое правосудие. И меня это очень радует. Вот сейчас, наверное, моменты истины усердия. И финальный, вообще финальный вопрос. Геннадий Владимирович, ну вот напоследок, как победить Путина? Как победить Путина? Ну, сейчас-то мы с вами знаем. Я еще там год назад, наверное, не знал, как это сделать. Я читал, что его там добьет общую ситуацию, общий кризис, который там в России шел. А сейчас-то мы уже с вами точно знаем. Победите его на поле боя. И тогда возникли на российском обществе эмоции, сильнейшие эмоции, которые поменяют общественное сознание. Перестровы совершенно на... И потом, самогласно, элита будут к ним относиться, как к старичкам, который сидит в бункере какие-то странные вещи. Уже вот не будет того, как было там, ах, это сам Путин сказал, сам Путин велелся. Должен не будет, каждый человек, это опять Путин. Чем там? И опять из бункера спливались. Дайте ему таблетку, пусть успокоит. Ну, я утрирую, конечно, но примерно что-то такое начнется в самих элита. И народ скажет, куда, и че он тут, приказы какие-то там, войска куда-то двигают, наказал, что войска не плудышные, что у него там все Шойгу разворовало, или не Шойгу там, генералы. Армия, кроме того, что опозорится, ничего не смогла сделать. Значит, а зачем вообще все было, а нахер на нам это нужно, теперь у нас весь мир люто смотрят, теперь мы не въездные, не выездные, от нас все ушли, а не нахрена тогда он нас кто-то самое в этот дерьмо запихнул, вот произойдет перемена общественного сознания и общественного сознания. И я думаю, что это будет стартом краха путинского режима. Геннадий Владимирович Гудков был моим собеседником. Я благодарю вас за этот разговор. Спасибо вам большое. Друзья, спасибо вам большое за просмотр этого видео. Берегите себя и своих близких. Обязательно увидимся на моем канале. До новых До новых выпусках.